В сердце каждой женщины живет стремление к прекрасному. В женской колонии строгого режима конкурс названия лучшей швеи организовали как настоящий праздник труда и красоты. Но в любом соревновании обязательны строгие условия и требования. Каждая из пяти претенденток должна шить рубашку военного образца. Независимые жюри оценят не только скорость, но и качество. Первое, что самое главное, это будет оцениваться на соблюдение технологической последовательности при пошиве изделия. И вот конкурсантки принялись за работу. Ни одного лишнего движения, суеты и разговоров. Мастерство швеи пригодится каждой женщине и на работу легче устроиться и в быту, для семьи и дома нужно. В колонии имеется колледж швейников, предоставляется возможность получить специальность портного. Здесь же трудоустройство в швейном цеху, есть возможность заработать. А трудовые успехи – это еще и важный аргумент в пользу условно-досрочного освобождения. В этом задача программы Генеральной прокуратуры по трудоустройству заключенных. На сегодня в швейном цеху колонии трудоустроено 54 женщины. Выпускается практически весь ассортимент одежды от рубашек до ватников. Оплата – сдельная. Заработная плата минимальная – это от 15 тысяч. И также по сдельной они могут получать до 100 тысяч. Это будет уже в зависимости от продукции, выпускаемой и заявки. Если будет чем больше объем заявок, тем больше у них и работы будет. Булкаш Косенова со швейным делом познакомилась в колонии, но уже вполне освоила все тонкости ремесла. За работой время бежит быстрее, пользуясь для себя и для других. В умелых руках швейная машинка будто поет. Строгой жюри внимательно отслеживает каждый шаг работы. Отведенное время пролетает незаметно. И вот торжественный момент. Всего 44 минуты понадобилось Екатерине Лапаевой, чтобы выполнить задание. Качество работы отменное. Ей почетное первое место и звание лучшей. Однако побежденных в этом конкурсе не оказалось. По единодушному решению жюри остальные четыре участницы разделили между собой два вторых и два третьих места. А завтра в учреждении ИЧ-167-3, более известному как 31-я зона, ожидается финал первого областного конкурса колоний в названии лучшего мастера.